Село Юрковка, Ореховский район. Здесь на двух улицах с августа месяца произошло 14 ночных пожаров. Неизвестный поджигал сеновалы. Ольга много лет живет в Юрковке, но подобного, говорит, никогда не было. У нее, как и еще у 13 селян, сгорело все сено, заготовленное на зиму для скота. Оно снегом засыпало, туда было 5-4 метра, а тут вот можно 10 метров отсчитать, 10 метров, и высина была его, там он по жерсті можно определить, жерсть 4,5 метра. Дуже великий сеновал, в якому? И не осталось ничего, я его два дня тушила. Чтобы заготовить сено на зиму, уходит много сил, говорит женщина. Основной доход местные жители получают от сельского хозяйства. Так как сейчас скотину нечем кормить, ее приходится везти на убой или продавать. Первые поджоги произошли в конце лета, однако тогда им не придали значения. Люди думали, что это какая-то бытовуха, то есть какие-то бытовые споры, соседи. И примерно после третьего пожара уже, когда это вошло в тенденцию, серьезно мы поставили в известность Службу безпеки Украины, потому что мы так должны, да, мы отчитывались, и мы начали очень плотно работать с райотделом нашим. В селе предлагали даже вести комендантский час, а чтобы поймать поджигателя, задействовали правоохранители из соседних сел. Лишь недавно злоумышленника удалось найти. Им оказался 21-летний местный житель. Он знал, что его разыскивают, и даже входил в группу, которая охотилась на него же. Подозрение вызвало то, что на пожарах он часто был первым. Тихий, спокойный, нелюдивый, то есть никогда не было никаких претензий. Обычный сельский житель. 23 января подозреваемого задержали. В содеянном он сознался. Полиции рассказал, что ему просто нравилось смотреть на огонь и суету. Но вскоре его выпустили из-за отсутствия доказательства вины. Злоумышленник подался в бега. Эту ситуацию обсудили в сельсовете и приняли решение. Мы вместе с пострадавшими направились к дому предполагаемого правонарушителя. Самого же виновника пожаров застать не удалось. А отец подозреваемого при виде телекамер скрылся. По факту поджогов полиция проводит проверку. Селянам же остается пережить суровую зиму и дожидаться очередного сенокоса. Те, что он накоил, он уже мне этого не возместит. Но я единственное хочу, чтобы его зловили и чтобы он больше людям не делал такого горя, как сделал нам. Станислав Пичурин, Руслан Шевченко, ТВ5 Руслан Шевченко, ТВ5